Приветствую вас. Я думаю, что все в порядке, если то, что происходит и то, как вы поступаете, соответствует вашим внутренним убеждениям, ценностям и станок. То есть, если нет никаких противоречий, да, то все в принципе более чем адекватно и более чем хорошо, потому что каждый человек сам решает, как ему поступать, в зависимости от того, каких ценностей он придерживается. Если у вас вот такие ценности, если вы считаете такое поведение тем, что вы хотите и вам этого хочется, значит все в порядке. Вот. Если у вас есть сомнения, если у вас есть определенные страхи, если у вас есть определенная неуверенность в том, что вы делаете, если вы чувствуете, что можете поступать неправильно и так далее, то есть противоречия. И вот эти противоречия вам мешают в данной ситуации поступить так, как вам того бы хотелось. И задача психолога помочь вам выявить эти противоречия и их разрешить так, чтобы ваше поведение было наиболее реалистично и наиболее созвучно тому, чем вы сами согласны. Я приведу небольшой пример. Вот вы довольно серьезно, довольно безапелляционно заявляете. Я не буду с ним больше встречаться, если он поедет в этот тур, потому что этот меня унизитил. Я понимаю, что на бытовом языке унизительно может не означать того, как я, например, понимаю это слово. Что? Что? То есть для вас неприемлемо. Унизительно значит неприемлемо на бытовом языке. Хорошо. Для вас неприемлемо это. Я вас понимаю. Я здесь, на вашей стороне. Хорошо. Но. Подумаем вот о чем. Вы вроде бы заявляете это довольно так твердо. Но. Пишите. Пишите. Хотелось бы узнать мнение профессионалов, как мне правильно себя вести в этой ситуации. Что это значит для меня? Это значит, что я выбираю модель своего поведения. Я его выбираю. Но я в нем не уверен. Я сомневаюсь в нем. Что еще для меня это значит? Что я руководствуюсь в своем поведении. Я руководствуюсь скорее мыслями, чем чувствую. То есть я пытаюсь вот поступить именно что правильно с точки зрения какой-то оценки. А не с точки зрения того, например, что мне хочется или того, например, как я чувствую. Вот. Да? Опять же. Согласна ли я с этим? Ничего ли меня не напрягает в этом, вот в этой позиции? Если напрягает, с этим можно разобраться. Это можно рассмотреть. Дальше. Важным моментом является то, что вы вкладываете в слово унизительное то, что он не думает о ваших чувствах. Это просто неприемлемость какого-то поведения или это... что-то еще. Например, это болезнь у нас некая, некая боль и так далее. То есть вообще-то вот на эту тему вам тоже здесь нужно подумать об этом вам, ну, на это вам тоже нужно обратить внимание. Потому что, как бы вы не хотели, но это может влиять на... ну, на ваш победитель. Да? Вот, в принципе, такая ситуация. То есть, что происходит глобально? К сожалению, глобально происходит такая история, что вы хотите от нас получить подтверждение того, что вы поступаете правильно. Потому как сами вы, вероятнее всего, в этом не уверены. Но если вы хотите получить подтверждение того, в чем вы не уверены сами, то это значит, что есть внутри вас противоречия. И нужно разрешать, а уже дальше, уже потом, вы решите, что вам делать, вы решите, как вам поступать и так далее. То есть все это уже придет как-то вот в саму, в саму. Да? Вот. То есть тут вот такой достаточно важный момент, что как раз таки, ну, позиция профессионала, да? Позиция профессионала, она, заключается в том, чтобы не навязывать свою точку зрения. Человек, в данном случае вы самостоятельно приняли решение, самостоятельно выбрали бы то, как вам в этой ситуации, например, поступать. А не оценивать эту позицию, не думать о том, правильно ли вы поступили или неправильно, что, в общем-то, не так важно. Потому что, в этом всегда, к этому всегда будут вопросы, у этого всегда будут сомнения. Всегда можно спорить, правильно вы поступили или нет. К сожалению. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Я желаю вам всего доброго, удачи и надеюсь, что я хочу рассказать вам bless her. Мы бы не сможем еще отдохнуть.